добрый день андрей андрей скажите большое перерождение интересная тем почему рождаются мертвые дети но все очень банально когда человек рождается то у него есть некий такой закон написанная дата его жизни и дата его смерти она уже прописана в нем и когда человек живет на протяжении своей жизни то в тот момент когда он доживает он может скоропостижно скончаться то есть он может скоропостижно скончаться допустим от того что он там убили его или от того что даже не так он может не скоропостижно скончаться а закончить жизнь самоубийством и он может допустим не дожить до момента смерти там 20 минут допустим через там если бы ему не делали операцию то он бы дожил допустим на год больше а так ему сделали операцию он умер на год меньше ему необходимо в следующей жизни это год дожить поэтому он рождается ребенком год проживает и умирает и спасти такого ребенка невозможно таким образом происходит астральное завершение круга прошлой жизни и в следующей жизни человек рождается полноценным и его жизнь полноценно полностью он будет проживать полностью отпущены его период почему есть цикл перерождения по моему мнению это является элементом эволюционного обучения человека каким образом происходит эволюционное обучение если человеку ничего если человек не видел сникерс то он не сможет хотеть сникерс именно поэтому я всегда говорю что все что человек придумывает все что человек видит все что человек или то о чем человек думает это все уже существовало или дается ему чтобы он это знал и это все связано еще и с чувствами так в одной жизни человек будет убивать людей в другой жизни он поймет его будут убивать и здесь все связано вот чем допустим человек подписал договор какой-нибудь согласно которого убили 100 человек в каждой своей жизни он будет доживать до определенного возраста и его будут убивать или он будет умирать от какого-нибудь заболевания и так сто раз таким образом он умрет сто раз своих следующих жизней пока вот свою миссию или пока вот этот весь процесс не переработает так в нашей жизни устроено что в одной жизни мы рождаемся для того чтобы быть гарантированно там негодяями потом мы обучаемся следующих жизни что мы не хотим быть негодяями я конечно же хочу вспомнить эти слова которые свое время говорил великий человек сус христос он говорил там о заповедях и он говорил не убей не укради там не возлюби ближнего это ну возлюби ближнего своего и так далее наоборот чуть спутал ну и конечно же хотелось бы сказать что в то время когда он жил это было бы это было чрезвычайно актуально потому что видимо мир дошел до такой точки что убийство другого человека это было естественным процессом но это делали из-под тишка это делали еще как-то и видимо делали это ну без угрызений совести когда он об этом сказал или объявил то таким образом наверное произошло эволюционное перерождение и тогда наверное со временем когда люди перерождались то у них исчезала такое желание конечно же сейчас когда мы живем у людей уже не появляется желание кого-либо убивать просто так хотя наверно во времена когда повествовал иисус христос то наверняка тогда дети рождались и у них было желание убивать других людей и у них было желание воровать самого рождения и так далее но мы уже настолько эволюционировали наша вся система настолько эволюционировала что мы уже как бы рождаясь уже не подразумеваем убийство другого человека у нас уже не появляется желание взять чужие вещи и даже без обучения у ребенка не появляются такие желания есть этому доказательства есть социальные эксперименты которые доказывают то что если ребенок не изучает никакую религию у него все равно не появляется идея воровать или грабить или издеваться над кем-то или насиловать кого-либо или там еще что-то еще что то то есть это социальные эксперименты которые доказали актуальность того о чем говорил иисус христос на время того когда он проживал и не актуальность этого всего уже в наше современное время потому что мы перерождаемся и становимся уже совершенно другими людьми уже не теми которые были во времена повествования иисуса христа как